Сегодня у нас тема «Well done mindset» и почему, в принципе, это может играть хоть какую-то роль для вашей карьеры. Я, кстати, в теме очень круто написала про бабки, я знала, что на бабки поведутся все. И мы только что в зале обсудили, все пришли, зачем? Ты же говоришь, денег будет больше, зарплата будет больше, все, значит, мы идем. Значит, смотрите, что я подразумеваю под словом «майнсет»? Сразу оговорюсь, все, что буду сегодня говорить, все, о чем буду упоминать, всю литературу, курсы какие-либо и так далее, это все мое собственное восприятие определенной информации. То есть это мое личное мнение, мой опыт, мои проекты, мои фейлы, мои success stories и так далее. Поэтому не судите строго, у каждого призма своя, я надеюсь, что вы впитаетесь только лучше. Давайте обсудим, что такое майнсет. Майнсет. И что я под этим подразумеваю? Майнсет – это не скиллсет, то есть это не то, чем мы обладаем, на каком языке я умею писать. Это не автоматизация, не мэнил, не что-либо еще. Это скорее то, как мы реагируем на окружающий мир. Мы все живем в социуме, мы работаем с клиентом, мы работаем с командами, мы работаем с людьми. Мы по-разному все воспринимаем информацию. Я сегодня предлагаю вам просто посмотреть на то, что будет на слайдах, на то, что я вам расскажу, и себя спросить. Ну, как бы, я нормально здесь, там, все хорошо, да? Я попадаю в эти рамки или нет? А сейчас мы, наверное, посмотрим, в принципе, зачем вам меня слушать. Вот, ну, здесь может находиться любой другой человек. Да, это я вот в Альпах так улыбаюсь, да? Сейчас, может, уже не так. Тут не так классно, наверное, как в Альпах. Ну, смотрите. Где-то четыре с половиной года назад я пришла в компанию DataArt, не из IT, а я работала в экспортно-импортных операциях и пришла сюда на тройний позишн. Вот, у меня был ментор, и за четыре с половиной года сейчас я работаю project manager фактически, да, но квалификации у меня нет. Ваня, это для тебя специально. Вот, ну, фактически я работаю как project manager и одновременно как QA-lead. Я собеседую людей, которые приходят в компанию, помогаю компании понять, да, их уровень определенных, владения определенными знаниями. Сдавала STQB, вот, ну, в целом, senior QA, да, я думаю, видно. Скажем так, за четыре с половиной года от нуля до, в принципе, какого-то, наверное, определенного для меня хорошего уровня. Я себя оцениваю хорошо. Вот, мне нравится. Это, возможно, причина, по которой можно прислушаться к тому, что я буду говорить сегодня. Мы обсудим несколько, несколько вот таких вот вопросов, как про активность, реактивность и так далее. Я сейчас хочу вам не назвать то, что мы будем обсуждать, я хочу вас попросить, попробуйте оценить себя. Попробуйте, вот мы дальше пойдем по обсуждению, я вам начну приводить примеры, ситуации какие-то. Попробуйте взглянуть на то, как бы вы себя повели, как бы вы отреагировали на какую-то определенную ситуацию. Погнали. Про активность и реактивность. Я хочу вам сказать, что как эксперт по собеседованиям я общаюсь с разными людьми. Приходят люди, ну, понятное дело, да, разные, мы там общаемся. Очень часто я слышу такую фразу, как, я спрашиваю, да, вот у вас там в длительный период времени было что-то там, что вас не устраивало. И при этом вы находились на какой-то позиции, в состоянии это изменить. А почему вы это не изменили? Ну, конечно же, знаете, объективная причина, человек говорит, нормально работали, все и так было хорошо, и до меня так было, но зачем что-то менять? И мы тут как бы уже и привыкли все, и сейчас что-то вдруг, ну, то есть вы чувствуете, да, эту нотку? Я, к примеру, к себе в проект такого человека не возьму. Почему? Потому что этот человек будет реактивным, да, он будет не проактивным, он будет реактивным, он будет сидеть, давайте по-честному, на попе ровно, Вася, да, слушай, сидеть на попе ровно и ничего не делать при этом. То есть, так сказать, не создавать круги на воде. Ну, я бы не хотела такого человека у себя в проекте. Вот, поэтому посмотрите на себя, возможно, там, где-то грешите, не грешите, только вам решать. И такая еще ситуация, очень часто клиенты, да, это люди, которые, ну, чего-то от нас требуют. Мы все работаем так или иначе, там, в аутсорсе, в продуктовых компаниях, мы, неважно, да, чаще всего фигурирует в нашей жизни такая ипостась, как клиент. Так вот, он недоволен, он, там, требует от нас оверворков, он не знает сам, чего хочет, сегодня одного, завтра другого, послезавтра третьего. Есть, в принципе, несколько вариантов реагирования на такую ситуацию. Есть вариант, когда вы обсуждаете его, да, с другими коллегами в духе, слушайте, ну, достал, ну, серьезно, ну, в очередной раз, пятый раз менять будем, да, ну, ты, елки, да. У нас есть и второй вариант, вы можете понять, чего ваш клиент хочет. Ну, я буду дальше говорить, далеко не всегда клиенты ведут себя подобным образом из-за того, что они действительно хотят испортить нам жизнь. Это крайне редкая ситуация. Чаще всего они действительно хотят, чтобы их бизнес стал успешен, мы просто с вами их не понимаем. Поэтому у меня есть некоторые советы, это не бояться быть проактивным, не бояться находить подход, не бояться задавать правильные вопросы, не бояться смотреть глубже, да, в то, что, возможно, нужно в этом проекте или, там, нужно тем людям, с которыми вы работаете, или нужно, в принципе, в этой ситуации, да, быть внимательными и любознательными. У меня был один кейс, когда я говорю, слушай, а почему вы выбрали, вот там есть какой-то клиент, и мне предлагают быть кио-ли-дом, я говорю, окей, у вас было несколько вариантов, а почему вы выбрали меня? У тебя есть такое классное качество, ты любознательная, ты найдешь то, что ему нужно, этому клиенту, да, поймешь это, расскажешь нам, а мы сможем ему там что-нибудь еще дополнительное сделать, хорошее, да, нужное. Но также я хочу предостеречь вас от того, чтобы сейчас вы там вернулись с сайта тока и отрефакторили сразу все свое приложение, как улучшили его, да, как сделали его прекрасным, в общем, я хочу вас предостеречь от этого, вот, поэтому я написала там степ-бай-степ, вот, просто посмотрите внимательно на то, что нужно, я не знаю, может быть, посмотрите на это с точки зрения там плана какого-то, можно было бы сделать вот это, вот это, вот это, но не кидайтесь сразу, да, там, все переделывать и построить мир за один день. Давайте еще посмотрим на это так, зачем нам нужно быть проактивными в разрезе нашего карьерного роста, да, в целом, ну, к чему это? Ну, окей, я буду проактивным, я буду там не сидеть на попе ровно, задаваться вопросом, как улучшить, как сделать, а вот как будет хорошо, но в целом, как это повлияет на мою зарплату, да, а я вам скажу, что, что вас просто, либо люди, которые вас окружают, вас заметят, да, то есть тот же менеджмент, менеджмент подметит, что вы не сидите там просто так, сложа руки, да, что вы поступаете проактивно, что вы хотите что-то изменить, что вы хотите улучшить и так далее, и это тоже будет играть вам плюсом. Каким плюсом, обсудим чуть-чуть позже. Следующий поинт, о котором хочу сказать, это вин-вин. Вообще, в принципе, да, проактивность и реактивность, и вин-вин, это не термины, которые я придумала, есть такой гениальный человек, на мой взгляд, это Стивен Кови, он написал книгу, и не одну, в общем-то, но то, откуда это я сейчас беру, это 7 принципов высокоэффективных людей. Мне она очень нравится, она в какой-то момент для меня сделала такой легкий бум в моей голове, вот, поэтому я делюсь этими принципами с вами. Что касается вин-вин, это у нас идет об отношениях в команде, да, об отношениях, в принципе, с людьми. И я, когда была практикантом, я думала, что, ну, что, нашел бах, иди к девелоперу и скажи ему, что он что-то там руками не так делает, да. Иди, вот иди, прям скажи ему, вот пусть знает, какой он прекрасный. Но мой менеджер, в тот момент проект-менеджер пришел и говорит, слушай, ну вот ты нашла три бага, а я же нашла три бага, Аллилуйя, вы что, три бага, практикант нашел, все, мир перевернулся, свет сияет с небес, я все могу, ну вы что. Я иду к девелоперу и говорю, вот, на, смотри, ты тут виноват, все. Приходит менеджер, говорит, Саша, ну, ну смотри, ну давай как-то помягче, ну давай как-то будем человечнее, что ли, ну что ты творишь, слушай. Я думаю, ну ладно, хорошо, ну это ж тяжело, да, то есть вы нашли баг, тут же свет сиял 5 минут назад, и тут вдруг резко нужно спуститься на землю и пойти к человеку и сказать, слушай там, Вася, я образно, ну вот здесь, как мне кажется, у нас бах, ну то есть внутри у меня клокочет, распирает, там точно бах, понятно, ж дураку ясно, ну как ты мог такое просмотреть? Ну я, значит, формирую это, выдыхаю и говорю, ну понимаешь, там мне кажется, бах. Так, это вылилось в то, что со временем этот человек не раз помогал мне понять тот функционал, который я понять не могла на тот момент, разобраться в том, что было для меня непостижимо, мне казалось, что это какая-то космическая, я не знаю, ракетная индустрия вообще, господи, о чем вообще речь? А это человек, который помогал, прикрывал и так далее, ну хотя казалось бы, ну мне просто стоило немножечко поменять форму своего обращения, да, поэтому пытайтесь понять человека, прежде чем вы хотите ему сказать, да, что вот слушай, ну это что-то не то. И для меня очень важно это то, что вы команда, у вас одна цель, и если у вас действительно одна цель, все будет получаться гораздо лучше. Почему это может быть важно? Я вам скажу, я не знаю, как в тех компаниях, где вы в данный момент работаете, но в дейт-арте, скажем так, есть своеобразная карма. Если вот просто любите друг друга, любите всех окружающих, вам не подходит, я вам скажу по-другому. Есть своеобразная карма, есть своеобразная система фидбэков, иллюзии все равно так или иначе узнают о том, как вы себя ведете. Если вы будете polite, если вы будете относиться к людям так, как хотели бы относиться к себе, такой фидбэк вы будете получать. И в такие проекты в дальнейшем вы будете попадать, и с такими людьми вы в дальнейшем будете работать. Это, ну это как снежный ком, это все происходит по нарастающей, да, ну мы все хотим работать в комфортных условиях, никто не хочет работать с клиентом, который там в 12 ночи может позвонить и накричать, правда ведь? Все хотим хорошего. А вот теперь мне вот очень понравился один пример, не помню на каком вебинаре я его подслушала. У нас сейчас будет маленький такой имидженариум. Давайте представлять себе, можно даже кому-то закрыть глаза, если хотите. Давайте представим себе, что вы выбираете машину. Вы накопили на машину, у вас есть деньги, и вы готовы выбирать вашу ласточку. Ваша ласточка уже все в ваших мечтах. Вы представили себе цвет, вы представили себе конфликтующие, я не знаю, там скорость, которую будет развивать, сиденья кожаные, все. То есть у вас в голове ваша идея, вы уже по ночам спите, это ваша мечта, да, вы по ночам спите и видите, что вот эта машина скоро будет ваша. Вы идете в салон, вы, естественно, ну просто так, у кого попала ласточку, не возьмете, да, вы идете в салон, тщательно выбираете, так, чтобы сервис был, так, чтобы комплектующие были хорошие, чтобы бренд был и так далее. Вы выбрали, выбрали, денег отдали, все, ездите. Красота, прелесть, ваша ласточка, с вами вы счастливы, но тут что-то пошло не так. Что-то барахлит ваша ласточка, вы везете ее в сервис, а они такие, ну мы не знаем, ну мы посмотрим, ну вы что, техническую спецификацию до этого не читали? Ну, если вы понимаете, то мы с вами, да, те люди, которые выступают в роли сервиса. А вот клиент наш, это тот человек, который 5 секунд назад был вами, это тот человек, у которого была мечта. Была мечта о собственном бизнесе, да, это мечта о, я не знаю, как быть, идее со школьных времен. И вот у него стартап, и вы те самые люди, которые реализуют ему стартап, да, вы пишете код, вы тестируете, вы занимаетесь этим проектом, и тут, бау. Я хочу вам сказать, что у меня был клиент, с которым я работала, и есть в принципе в этом зале еще люди, которые работают по сей день с ним, это стартап, был по крайней мере стартап, где клиент работал 1 января, 31 декабря, где клиент работал 25 декабря, в любое Рождество, в любой праздник, на второй день после рождения его дочери. Он работал всегда, абсолютно, мы не могли найти день, в который он не работает, вот серьезно. Люди переживают за то, во что они вложили душу. Вы те самые люди, которые реализуют фактически то, о чем мечтает ваш клиент. Поэтому, да, я предлагаю вам просто взять, понять и простить, потому что их идея, их мечта, она в ваших руках. И если мы где-то лажаем, ну мы порой лажаем, да, они переживают. Они переживают, как за собственных детей. Поэтому я вам предлагаю поставить себя на место клиента, попробовать, так сказать, оказаться в его обуви, да, пройти в его обуви и почувствовать то, что, возможно, чувствует он. Зачем вам это? Опять же, тот же самый вопрос, да. А затем, чтобы, опять же таки, да, быть, возможно, каким-то супер-мега ценным человеком для этого клиента. Вот. И от этого, ну такой лайфхак, да, может расти ваша зарплата. Прямая вообще, вполне, прямая зависимость. Ну, если это то, что как раз вас мотивирует. Поехали дальше. Есть такое обалденное слово, как нетворкинг. Я думаю, что все его слышали миллион раз и затягали его достаточно сильно уже. Вот. Нетворкинг, я не знаю, по крайней мере для меня, это Кейт Ферраци, Never Eat Alone. Ну, я начала именно оттуда. У него, кстати, есть очень хорошая вторая книжка, Who's Got Your Back? Кто прикроет твою спину. Тоже достаточно такая. Ой, именно о том, почему стоит помогать людям, почему эти люди потом помогут тебе, вот, и почему, ну, не стоит таки есть в одиночестве, да. Я, мне кажется, самый лучший вариант, это приводить какие-то собственные примеры, приводить личные истории. А четыре с половиной года, которые я работаю в компании, я начала на одном проекте, где мы там поехали в Бразилию, да, с четырьмя девелоперами, сложно работали. Я там была и швец, и жнец, и надудей грец. Вот, но я себя хорошо достаточно зарекомендовала, и менеджер, который на тот момент был в том проекте, продолжал, в принципе, там, три с лишним года ставить меня в различные свои другие проекты. И в целом, скажем так, ну, один раз себя зарекомендовав, да, я чувствовала себя достаточно комфортно и довольно, скажем так, быстро росла. Потому что тебя знают, да, ты не приходишь в какие-то там новые группы, не снова не доказываешь, да, что ты можешь, что ты хороший, что тебе можно доверять и так далее. Вот. И мои tips, да, скажите да вместо нет. Я была в поисках проекта, вот в данный момент уже на пути в project management, и ко мне пришли с просьбой, слушай, а посмотри, пожалуйста, тест-план. Я проект-менеджер. Какой тест-план я вас... Хорошо, я посмотрю. Да, я посмотрела тест-план, и в данный момент я на этом проекте, вот по которому план-то я посмотрела, как проект-менеджер и как ю-элит одновременно. Поэтому, если к вам приходит какая-то возможность, ну, скажите ей да. Да. Я понимаю, иногда, ну, иногда не хочется. Иногда там, ну, слушайте, там, я не знаю, Игра престолов вышла, там свет там какой-то, тут, я не знаю, фильм хороший или еще что-нибудь. Но скажите да. Это да, возможно, даст вам в будущем какие-то новые перспективы, да. Мы же не смотрим только узко сегодня. Сегодня у меня там кофе-чай. Ну, подумайте немножко наперед. А почему? А почему это да может что-то изменить? Иногда нужно просто сказать да и сделать человеку хорошо, без ожидания, что это будет там как-то в будущем окупаться. Опять же, люди чувствуют фальшь. Люди чувствуют фальшь, поэтому, если откровенно не хочется, не делайте. Я вообще, к примеру, стараюсь не коммуницировать с теми людьми, с которыми мне категорически неприятно. Життя бентежно, ну, не хочу. По поводу выхода на кофе с коллегами, у меня был случай, когда мне подняли квалификацию, мы просто кофе выпили. Пообщались там за жизнь, за проекты. Ой, а что ты делаешь? А какая у тебя там база данных? Что серьезно, да, вот прям билды прямо у себя там собираешь в Android Studio и прям все так быстренько. Я говорю, да, четенько, логи смотрим, все, класс, супер. Все, про собеседовали, повышение квалификации, пожалуйста. А мы кофе попили просто, просто кофе попили. Поэтому, а по поводу участия в конференциях, это тоже классная штука. Ну, то есть вы приходите сюда, вы общаетесь с разными людьми, да, у вас есть возможность кому-то задать вопрос, что-то новенькое услышать, я не знаю, получить какую-то новую для себя информацию, которую завтра вы там ретранслируете в что-то другое. Допустим, вы там, вы не работаете здесь. Мы, когда там, я не знаю, года полтора назад, да, Ленка, мы ездили на веб-саммит в Лиссабон. Да, было-было дело. Вообще туда попала совершенно случайная Себни Лена, я туда даже близко не подошла. Так вышло. Я сидела, слушала какую-то довольно интересную тему. Рядом со мной сел человек, говорит, вот мы там что-то делаем, какой-то стартап, та-та-та. Завязался разговор, говорит, слушайте, а нам QA лид надо в Польше. Я говорю, я QA, и даже лид, он говорит, все, давай, давай, все, завтра будет у тебя работа. Не повелась, скажу вам честно, Бог его знает, хорошо или нет, но будете на волне, будете общаться с людьми, просто без цели, появятся новые возможности, откроется новый горизонт. Так, погнали дальше. Мне очень нравится такая штука, как эмоциональный интеллект. Есть даже книжка Голлманом, почему эмоциональный интеллект важнее, чем IQ. Отчасти я согласна. Есть очень-очень умные люди, с которыми очень-очень тяжело работать. Вот прям реально, вот обалдеть, как тяжело. Когда-то я грешила тем, что немного корону принадела, и приходит ко мне менеджер и говорит, слушай, ну, смотри, у нас там есть парень, он говорит, офигенный сеньор, QA может, вообще может все, Бог, и security, и performance, и мануально, и тут еще и станцует, и чечетку моет. Я говорю, так а что же он в айдле? Он говорит, ты правильные вопросы задаешь, а в айдле он потому, что никто с ним не хочет работать. Ну, айдл это у нас своеобразное такое ожидание проекта, да, для тех, кто не знает. Блин, ну не может же быть он настолько сложным человеком в общении, чтобы никто не хотел с ним работать. Ну как так-то? Ну вот так может. Ну, то есть умение правильно коммуницировать с людьми, да, умение не заставлять людей, которые находятся вокруг вас, чувствовать себя глупее. Вот, сыграет с вами действительно хорошую шутку, не та метафора. Вот, на самом деле управление эмоциями это довольно сложная штука, но мы в любом случае будем реагировать. Так или иначе, какой-то стресс вызовет у вас определенную реакцию. Только от вас будет зависеть, как долго будет действовать эта эмоция. Если, к примеру, да, приходит релизное время, и вы понимаете, что все, сейчас все бегают в панике, все рвут на себе волосы, что же делать, у нас релиз, мы не успеваем. Поэтому, если вы будете тем человеком, который скажет, так, come down, давайте посмотрим, что мы успеваем, что не успеваем, все, не паникуйте. У нас есть там такой тоскоп, давайте скажем там клиенту, там, как-то очертим себе то, что мы в состоянии сделать, что мы в состоянии изменить. Не реагируйте на то, что вы не в состоянии поменять. Если, к примеру, вы там, я не знаю, не в состоянии написать код приложения, который должен подписаться был полгода, вы за ночь его не напишите. Да, то есть, как вы будете управлять эмоциями, и как вы будете подавать клиенту информацию, или даже коммуницировать со своей собственной командой, нагнетая или не нагнетая, тоже, ну, все зависит от вас. И я вам хочу сказать, опять же таки, по поводу фидбэков, по поводу сарафанного радио, никто не любит в своей команде людей, которые психуют. Никто не любит невротиков, которые бегают и рвут на себе волосы. Никто не любит людей, которые чуть что, боже, что мы будем делать, принесите мой карвалол. Никто не любит этих людей. Все хотят уверенных, спокойных, надежных. Все хотят людей, которые, если надо, не встанут и не уйдут. Да, как я только что в созвоне с Delivery Manager, говорю, Женя, ты извини, пожалуйста, но там IT Talk. Он говорит, в смысле IT Talk? Я говорю, Женя, я на нем выступаю. Ну, ладно, иди. Главное – спокойствие. Опять же таки, если вы будете знать свои эмоции, вы будете понимать, откуда они идут и как это можно похендлить. Опять же таки, вы будете понимать, откуда идут эмоции у ваших коллег. Что такое? Где эмоции? Ладно, я и так могу, но чего там? Ну, из чего такое? Совсем escape. Да, 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 я вижу, вижу. Сейчас, за секунду. А теперь мы плавненько или нет, пойдем быстренько. Какие альпы красивые. Сейчас. Да. Смотрите, эмпатия и способность сопереживать. Опять же, мне очень нравятся мои примеры на реальных ситуациях. Был у нас кейс, когда-то сидели мы до пяти утра в соседнем кабинете. Наш девелопер, ну, почему-то не мог залить на продакшн или на стейджинг, я бы упорно, скорее всего на продакшн, клиенту, тот продукт, который мы разработали. В десять часов вечера, мне кажется, я рвала и металла. Ближе к часу ночи как-то подуспокоилась. Потом, мне кажется, мы, а мы пошли, притащили огромные пуфы, положили пуфы, немножечко прикорнули. Ну, мне так кажется, что мы прикорнули. Я уже не помню, это было так, не знаю, года четыре назад. А у нашего девелопера незадолго до этого родился маленький ребенок. И в связи с этим он не высыпался и не успевал, и не мог понять, в чем причина. Но вот способность сопереживать, да, то есть способность понять, что, ну, блин, ну, все мы люди, да, так бывает. Да, мы тут сидим, четыре утра, и мы хотим домой, хотим спать. Но умение все-таки импатировать, оно на самом деле рулит. А еще есть такая классная штука, как мотивация и самомотивация. Для меня долгое время было очень странно, что у меня мотивация, она тоже имеет спад. Ну, то есть я такой живчик, ё-моё, я прыгаю, все, класс, мы тут туда едем, туда летим. У меня обычно, я не знаю, девчонки в бок-офисе знают, если я уезжаю в отпуск, у меня перед отпуском обязательно сто пятьсот миллионов дел, и желательно, чтобы я бежала на поезд, и тут созвон с клиентом. Ну, люблю я так. Но тут у меня, я понимаю, что у меня, оказывается, бывают мотивационные спады. Я, честно говоря, ей-богу, только в этом году выяснила, что это нормально. До этого я была уверена, что со мной что-то не так. Но нет, оказывается, со мной все хорошо, и у всех людей это бывает. Самая главная штука – это понять, что тебя мотивирует, да, что приводит тебя в состояние вдохновения. Вот, есть разные мотивационные типы на самом-то деле. Есть люди, которых мотивируют деньги, и не важно, что нужно делать, да, это инструментальный тип. Есть люди, которых мотивируют сложные задачи. В принципе, есть люди, которым не важно, сколько за это платят, лишь бы задача была сложная, интересная, и достичь ее было, ну, чем сложнее, тем лучше. Есть люди, которые хотят работать одни. Вот я буду работать здесь, один, посадите меня, пожалуйста, в том дальнем углу, и если кто-то подойдет по периметру, желательно какую-то высоковольтную линию провести так, чтобы всех там разметало. Вот. Есть патриотические. Важно ощущать себя частью чего-то. Я, например, могу сказать, что у меня, наверное, в разный из периодов, да, присутствовали все эти типы. То есть в какой-то момент мне хотелось сказать, слушайте, ребята, отойдите, я вот тут тихонько посижу в уголке, я буду вот это тестировать, я обещаю, все будет хорошо, только отойдите. Был момент, когда я хотела денег, был момент, когда хотелось именно сложных задач, и так, чтобы, ну вот, чтобы похардкорнее, да, никогда не любила тестировать UI. Вот этот вот Pixel Perfect, это просто мой, мой просто кошмар, вот ей-богу, честно. Для меня так, чтобы посложнее, тут закинули что-то пост, мы нам JSON подредактировали, оттуда посмотрели, через базу данных поправили, а потом все упало. О, класс. Вот это моя тема. А сейчас периодически у меня патриотическая нотка просыпается, мне важно, что там в нашей компании, там и людям комфортно работает, мне нравится, что мы вот такие вот ценности действительно исповедуем. Каждый из этих типов может присутствовать в разные периоды времени, и могут меняться, могут комбинироваться. Вам это за тема только, чтобы понять, что мотивирует именно вас. Немотивированные люди, они, ну, блин, я не знаю, приходят и отсиживают на работе с 9 до 5, ну, вам же так не хочется, правда? Вам хочется, чтобы вы пришли, отработали и чувствовали, во-первых, удовлетворение, во-вторых, чтобы за это классно платили, и в-третьих, чтобы вы еще куда-то двигались, да? То есть сегодня вы в одной, там, я не знаю, должности, квалификации, там, какая система там где у вас, да? А завтра вы растете над собой, и это круто. Вот, я могу вам сказать, что... Что я могу вам сказать? Я вам советую найти именно то, что мотивирует именно вас. Если есть такая возможность, менять задачи, менять стиль работы, не делать, там, допустим, только рутинную, или только какую-то экшеновую работу, иногда у нас нет выбора, иногда мы вот эти вот на заклинание, и делаем то, что делаем, но в наших силах поднять голову и посмотреть, как мы можем это поменять. Вот, поэтому... Какая я молодец. Поэтому я вам предлагаю взять и посмотреть немножко с другой стороны на себя, почувствовать, что из этого можно изменить, что из этого можно применить для себя, и если вы хотя бы что-то одно отсюда возьмете и примените, это уже сделано... Ну, я вам даю гарантию, это изменит вашу жизнь к лучшему. Мотивационный коуч прямо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...